Здравствуйте. Я думаю, что отчасти разовью некоторые идеи, уже прозвучавшие здесь сегодня, и буду говорить о, так сказать, альтернативной расшифровке популярной аббревиатуры AI, Artificial Intelligence, как Artificial Imagination, искусственное воображение. Что такое воображение? Создание образов. То есть образ — это некие новые данные. По большому счету, можно было бы сказать, что таким занимается любой генератор таких данных, но на самом деле не любых, а каких-то комплексов данных, которые можно объединить чем-то воедино, которые связаны чем-то. В этом смысле, поскольку сам я занимаюсь в основном визуальной составляющей, то и большая часть иллюстраций будет тоже визуальная. И в этом смысле машин-вижн, область, которая достаточно часто апеллирует, здесь мы будем рассматривать ее не как машинное зрение, а как именно машинное видение, не как eyesight, а как insight. Окей, что умеют машины в области AI? Ну, находить паттерны. Вот, например, работа моя для фестиваля прошлого года Intervals в Нижнем Новгороде. Здесь был использован популярный прием перенос стиля, достаточно хорошо известный по приложениям призма и многим другим уже много лет. Но здесь к этому приему были добавлены некоторые математические фишки, то есть при сглаживании внутренних параметров вместо обычной эвклидовой геометрии, принятой в нашем мире, использовалась сферическая геометрия Риммана. И простые достаточно паттерны, узоры в переносе этого стиля, они превращались в такую сказочную фактуру. Более сложная сеточка StarGun 2, которая, в принципе, призвана, была сделана для того, чтобы транслировать изображение, как говорится, кросс-домейн между разными областями, например, из людей, звериков, как вот здесь было показано. И если мы возьмем эту сеть, и не внося каких-то специальных собственных улучшений, как в предыдущем случае, в предыдущем кейсе, соответственно, мы использовали сеть просто как инструмент. Здесь вот эти вот картинки – это результаты, так сказать, неправильного обучения сети, когда либо, соответственно, какие-то параметры у нее неверно выставлялись, либо данные подавались, комплектовались каким-то непонятным для нее образом. И сеть в итоге генерила изображения, которые тоже, в общем, сложно отнести к чему-то конкретному, но которые, несомненно, представляли большую цену с точки зрения эстетики. И это уже, так сказать, чистое творчество самой сети в этом смысле. Окей. Что же касается семантики, смысла, наполнения. Вот у нас пример, самый первый и, возможно, даже самый популярный по сей пору техники создания странных изображений – Deep Dream, когда нейросеть учит, заставляют, точнее, пытаться увидеть в картинке то, чего в ней нет, чтобы она нащупала какие-то следы изображений и усилила их по максимуму для того, чтобы, соответственно, выжать какую-то дополнительную, какой-то глюк. То есть это, по большому счету, примерно схоже с механизмом образования галлюцинации у человека. И, в принципе, нет ничего удивительного в том, что моделируя процессы аналогично тем, что происходит в мозге человека, мы получаем и результаты, в общем, довольно сильно перекликающиеся с результатами таких процессов в человеческом мозгу. Вот. То есть здесь появляются вот эти какие-то дополнительные образы, которых там изначально не было. Второй пример – это сеть Big Gun, производства Google. Очень мощная, глубокая сетка, которая была способна выучивать и генерить изображения из сотен и даже тысяч категорий, самые разные. Если мы заставим ее генерировать не просто какие-то отдельные изображения, там, апельсин, яблоко, самолет, а сразу несколько, и при этом еще как бы флуктуировать, как-то интерполировать между ними, мы получим видеоряд, в котором мы в каждый данный момент как будто бы что-то узнаем, но вот вроде бы собака, а нет уже самолет, вот обезьяна, нет уже чайник. И вот этот вот смысловой глич, когнитивная сбивка, когда… То есть глич, в принципе, это достаточно распространенный прием, когда какие-то технические неполадки используются для создания какой-то эстетики. Когда мы переносим это на сторону восприятия, оно становится не эстетическим, а смысловым заставляющим. Эта поделка с Николаем Ивановным для выставки студентов Родченко примечательна тем, что мы работали с моделью, с сетью, которая генерирует лица, и пытались тоже, соответственно, ее заставить генерить нечто неординарное. И после этой работы я, соответственно, попробовал повозиться с этим подольше. Работа, на самом деле, получилась достаточно удачной. У нее там больше двух миллионов суммарно уже просмотров в Фейсбуке. Очень популярные постоянные отклики, что как бы очень круто, очень отвратительно, и как перестать на это смотреть. Вот. У меня, снова, от этой работы был интересный эффект. Провозившись два-три месяца вот с такими вот как бы лицами, пристально в них сматриваясь, и у меня в какой-то момент начало пропадать распознавание лиц в принципе. То есть я смотрел на людей и видел не лица, а какие-то, не знаю, выступы на передней части головы. И это не было как бы с никакими микроинсультами. Это скорее как если долго повторять одну и ту же фразу, одно и то же слово, то мы теряем его смысл. Подобный пример, так сказать, в искусственной области, это хорошо известный эффект adversarial attacks. Когда мы к картинке, вот в данном случае с левой стороны панда, подмешиваем какой-то шум, казалось бы, с небольшими вкраплениями другого образа, сеть начинает гораздо более уверенно распознавать образ справа, которого там на самом деле нету. То есть это то, что на человеческом языке, можно сказать, померещилось. То есть в этом смысле нейросети тоже как бы отлично это умеют. Это, так сказать, уже, конечно, крайности, демонстрирующие о гличах, о каких-то сбивках, выходящих на уровень системных сбоев, что ли. Подобные вещи, естественно, можно использовать и на более, во-первых, глубоком, то есть каком-то логическом уровне, то есть выходя уже за рамки чистой сенсорики, чистого восприятия на уровень, так сказать, обработки этого самого поступающего сигнала. Это очень осторонный проект. Забыл, к сожалению, имя автора. Несложно автомобилисты, те, кто знакомы с правилами движения, слегка заметить, что подобная конфигурация разметки на дороге приведет для самоуправляемого автомобиля к тому, что если он заедет внутрь этого круга, он выехать уже не сможет, потому что снаружи эта линия пересекаема, а изнутри уже нет. И это такая ловушка для подобных автомобилей. Компьютеры в этом смысле совершенно чуть не хуже устраивают ловушки и отвечают нам, грубо говоря, взаимностью. Это пример прохождения одной компьютерной игры нейросетью от компании OpenAI. То есть здесь вот эта лодочка, вместо того, чтобы плыть по маршруту, она нашла некую как бы замкнутую гавань, и она вот, как вы видите, бегает кругами, врезаясь во что-то вообще, не плевать на маршрут, но она на каждом круге срезает, съедает какие-то вот эти бонусы, а с этой, которые дают ей дополнительные очки. И поскольку она делает это очень быстро, то в итоге она приходила к финалу с гораздо более разгромным счетом, чем, собственно, живые игроки, которые следовали этому самому маршруту. Еще у меня в свое время возникла замечательная шутка, когда много работал с тренировкой сетей, что Artificial Intelligence — это на самом деле такое состояние сознания, которое возникает, когда долго общаешься, когда долго работаешь с нейросетями, когда ты по цветовым оттенкам первых сэмплов при тренировке сети уже можешь сказать, сойдется модель или нет. То есть это такая вот как бы перекличка и понимание друг друга. В этом смысле вот то, что на экране сейчас, это презентационный стенд компании Neon Life, дочки Самсунга, запущенной в этом году, в начале года, у которых достаточно амбициозная цель — создание Artificial Human. И это было бы неплохо, но на их стендах мы видим таких маркетинговых образов строго отражения человека. То есть они пытаются средствами одной среды создать совершенно другую следу. А интереснее, возможно, постоянные отражения друг в друге, как мы видели. Они и так происходят. И вот такие вот метаморфозы, переклички, перетекания из одного в другого, они могут быть более сумрачные, менее понятные, но они, по идее, как бы, ну, должны быть, в моем представлении, гораздо более интересны, чем какие-то копии, кальки или понятные шаги, для которых воображение не требуется. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ